здравствуйте вы смотрите и слушаете программу права слова у микрофона студии олег усов и напомню что программа права слова это разговоры с людьми которым есть что рассказать нам интересного и важного а сегодняшний гость может нам сегодня рассказать еще и о нашей стране соседки кавказской стране грузии у нас гостях ученые доктор наук публицист писатель поэт знаток культуры кавказа журналист полном про прочно на смысле этого слова юрий вачнация добрый день добрый день вы представитель той самой страны у которой сегодня с россией нет связи не было ни дипломатических не транспортных не но 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 самолеты летают но правда прилететь очень трудно потому что не дает визу а с визой проблемы вы как прилетели москву по визе я прилетел по годичной визе которые мне сделали связи с тем что 10 месяцев тому назад в третьяковской галереи было была презентация журнала русское искусство это ежеквартальный журнал издаваемый третьяковкой который повествует обо всем что связано с русским искусством в частности живописью и один из номеров этого толстого журнала был посвящен искусству грузии и вот там мои коллеги и в том числе и я опубликовали статьи моя статья называлась джордж баланчин и андрей баланчевадзе контрапункт по грузински речь в ней шла о братьях знаменитых братьях о джорде баланчине крупнейшим балетмейстере известным всему миру он в миру был георгий милитонович баланчевадзе сын основ так сказать основоположника грузинской оперы милитона баланчевадзе а брат его андрей баланчевадзе был известный грузии композитор так вот один волей судеб жил в америке и основал нью-йорк-сити балли это крупнейший как балетное предприятие которое по сей день считается одними самых ведущих был замечательным хореографом мне можно говорить часами в частности он сделал фантастическую вещь если вы через то что грузинская полифония это и есть сущность грузинской души сожалению здесь нет возможности эту тему раскрыть но джордж именно джордж баланчин первый вел в балет контрапункт полифония и мы когда он приезжал на гастроли тбилиси это были 60-е годы видели это в постановке на музыку генри персова ее обработал менеджамин бриттен это крупнейший композитор и вот там была эта полифония в танце вот об этом о взаимоотношении двух двух братьев знаменитого балетмейстера и известного грузинского композитора я и поведал в своей статье ну и вот меня пригласили на презентацию в москву конечно же сделали визу я прилетел выступил там и знаете могу похвастаться можем и в моем возрасте хвастаться уши сказать можно не запрещено но это так полушутку всем в общем то это понравилось настолько что они тут же через мид российский сделали мне годичную визу и вот я сейчас воспользовался сказать этой визы и попался да это ответ на ваш вопрос юрий слушая вас и представляя вас до этого я пожалуй пустил главного я должен был вначале сказать что вы коренной тбилисицы вы тот самый калакели которого много лично не рассказывали вот что такое давайте вспомним что такое настоящий тбилисицы о за это калакели что перевод означает горожанин я многократно был бит да и сегодня очень многим билиси и в грузии не нравится это определение объясню почему как-то в своем блоге не хочу называть сайт несут важно я написал о том что тбилиси во всяком случае не моей молодости родился в тридцать третьем году так что в лет мне достаточно много и вот десятые шестидесятые годы все тбилисцы делились условно на две категории на горожан и на тбилиси на первый взгляд какая-то билиберда что значит на горожан тбилиси это одно и то же нет близ и все не так просто было это иначе по-грузински горожанин калакели от билисиц тбилиси какая же разница неужели это не одно и то же нет для нас это не было одними тем же потому что мы хвастались может быть не не оправданно тем что мы были коренные горожане ведь в конце концов ничего в этом дурного нет москвичи наоборот валят себя и говорят вот я креной москвич гордый за свой город петерец и так далее но особенно это было видно годы правления эдуарда шевернадзе он привез в столицу грузии масса массу людей из провинции другой культуры другой культурой я бы не сказал с другой ментальности ментальности грузийской но какие-то обычаи какие-то повадки совершенно отличались от того к чему мы горожане бытовая культура же бытовая культура ничего в дурного нет это все объяснено есть хорошая русская пословица даже по-моему не русская я уже не помню в общем по грузински звучит так надень шапку ту шапку той среды я сейчас грубо говорю конечно куда ты попал то есть вместо того чтобы воспринять городские обычаи городские повадки городскую культуру и вырасти да конечно все же я не мы все из деревни я ничего дурного не хочу сказать деревни это замечательно все мы еще раз подчеркиваю с деревни но все-таки культура потом разделилась городская и сельская это так вот вместо того чтобы воспринять эту городскую культуру эти приезжие люди о которых кстати в россии такой термин появился понаехали но мы не говорили понаехали но это было так там политический смысл да так что не будем это другое так вот эти люди вместо того чтобы воспринять городскую культуру стопили совершенно наоборот они стали нас принуждать нас ожидали культуре и навязывать нам свои обычаи конечно это вызывало антиреакцию то что хорошо в деревне не не годится для города но и наоборот короче говоря что не распространяться долго на эту тему я могу сказать что когда я посмел блоге об этом упомянуть на меня навалились как говорится достаточно мощно определенные круги я вам скажу меня стали называть наверное ксенофоба ксенофоба ну а как всегда бывает в нынешнее время особенно любят эти ярлыки ксенофоб кгбшник бывший советский там еще что-то еще чего-то ну и так далее и так далее кстати о птичках есть уже возвращаться к этой теме я не был членом партии меня выгнали из комсомола это так для точности у меня свое время советское время три дня когда я был аспирантом таскали в кгб и не смогли уговорить сотрудничать с ними и я тоже помню человека ауковника иначе у вас виза была бы у вас на несколько лет уже вот так что все это конечно смешно если мне было печально потому что это некая новая тенденция которая усиленно насаждается людьми которых мы ну я мы грузины или из горожане точнее стали именовать достаточно обидным прозвищем либерасты это не случайно дело в том что сейчас но это движение во всем мире который можно было определить как псевдо либерализм или неолиберализм который кстати потерпел полную неудачу я здесь говорю не о грузии я говорю о всемирном масштабе на евровидении мы видели да это мы все знаем евровидение это вообще замечательный кончита которая нас потрясла ничего погибли против ни сексуальных ни женщин наоборот это их право заниматься тем чем занимаются просто не надо пропагандировать это искусство совершенно другая тема так и потом тут есть один компонент о котором почему все умолчат неинтересно глядя на кон эту так называемую кончиту а это был он конечно который пел достаточно приятно прилично ничего против ними но весь облик весь образ был антиэстетичен почему об этом никто не говорит а посмеешь сказать тебя немедленно обзовут но я немножко уклонился но тоже я хотел бы добавить буквально два слова дело в том что тбилиси начале двадцатого века как и в конце девятнадцатого был воплощением той идеи которую потом насаждали в европе так называемые идеи к мультикультурализма и которая потерпела полная фиаско и в европе кстати и в соединенных штатах а у нас это было у нас так называемых итальянских двориках жили грузины армяне азербайджанцы русские евреи осетины абхазы жили одной действительно дружной семьей это не было лозунгом это был это был факт и доверие отдельных квартир никогда не закрывались вот это был монокультурализм в действии к великому сожалению грузии не коснулись также как всего мира позже благодаря историческим перипетиям большие резкие изменения и сегодня грузия стала практически монокультуральной страной а я знаю юрий к фамилию того человека который вас обвинил вот в этих всех псевдо грехах грехах это у нее две фамилии швондер и шариков и гениальность бугакова в том что он написал она представила человека который живет и в москве и тбилиси и в праге наверное везде они есть